Приветствую вас, я прочитал ваше первое сообщение, вот, всего лишь две страницы вашей темы я читать, конечно, не буду, тоже много, долго, вот. Я, честно говоря, не очень люблю подобные формы решения проблем, потому что, по большому счету, это такая, знаете, адская замена психотерапии, вот, индивидуальная, групповая, неважно, но адская замена, потому что все говорят все, у всех своя точка зрения, и, в общем, полный разрайс. Получается. Понимаете, ключевой момент, да, ну, один из ключевых моментов каждого сообщения, это баланс между брать и давать, баланс между этими двумя вещами, и ваша вера, вот, не побоюсь этого слова, ваша вера, к сожалению, слепая в то, что этот баланс, посуществует, всего можно найти. Ну, некоторая идеализация отношений с женщинами, идеализация самих женщин тоже, и, в общем-то, желание семьи. Это вот такие ключевые вещи. Почему хочется найти баланс? Ну, вот, баланс между отдачей и получением, так? Потому что, потому что вы очень мало даете себе. Очень мало даете себе. Очень мало даете себе. И, поскольку очень мало даете себе, то, в общем-то, понятно, что хочется получать. Но, получать, получать. Почему-то не получать, извините, за тостологию такую. Получать, не получать. Ну, и вы хотите, чтобы вам, собственно, давали, вы хотите, чтобы был какой-то баланс. Ну, откуда балансом быть, если вы учите своим поведением, что необходимо себя пересиливать? То есть, вы учите своим поведением, что необходимо игнорировать, вообще-то говоря, свои потребности, вы учите своим поведением, что нужно собой жертвовать. Да? Вот. И, собственно, люди рядом с вами этим и как раз таки занимаются. Люди занимаются именно тем, что жертвуют собой. Только жертвуют собой люди по-разному. Если вы, например, себе, условно говоря, не додаете чего-то, да? То человек, которого вы выберете для отношений, он, скорее всего, будет, наоборот, себе краски додавать. И давать себе вообще, говоря, все необходимое. Вот. Самое-самое все необходимое, человек будет себе давать. Ну, себе додавать. Вот. Как бы это было вам, может быть, неприятно. Да? Поэтому, ваша ошибка в том, что вы пытаетесь найти баланс в отношениях в другом человеке. А на самом деле нет никакого баланса. В отношениях нет и быть не может. А матча баланс в отношениях в общем целом всегда строят сами люди. И они это делают по принципу, они это делают по принципу, вот, как мне хорошо, да? Вот, как мне хорошо. Так я и буду делать. То есть, вот, как мне комфортно, как мне комфортно, так я и буду покупать. Вот. Ну, а вы, вы себя обесцениваете, и раз вы себя обесцениваете, то почему бы другим людям не обесценивать вас, собственно, в ответ? Почему бы людям этого не делать? Особенно, если вы позволяете это, особенно, если вы демонстрируете свою готовность жертвовать собой, если вы демонстрируете свою зависимость, то есть, такую вот, от, ну, людей, от женщин, возможно, понимаете? То есть, это вопрос вот именно вашей потребности себе давать, да? Это вопрос именно вашего желания что-то получить, но получить не просто так, а через другого, через другого человека, вот. На чём, собственно, вы и погорели, если можно так вот выразиться. Не очень, конечно, это красиво, то что я, вот, сказал, но лучше назвать всё-таки вещи, наверное, свои имена, вот. То есть, есть такая вот у вас вероятность недолюбленность, есть такая у вас недооценённость, вот. Вот, и желание, это самое, это самое, долюбленность и дооценённость получить. Вот, то есть, ну, вот вам хочется этого очень сильно. И, как бы, я не вижу ничего плохого в том, чтобы вы стремились к получению того, что вам нужно. Ну, нужно, я не вижу ничего плохого в том, чтобы вы получили, получали то, чего вы хотите, вот. Но только делать это точно стоит таким более, более, каким-то, каким-то корректным способом, да? Вот, и не избегая лишней ответственности за себя самого в том числе. Вот. Что касается семьи, то здесь ситуация, в принципе, похожая в том смысле, что есть причины, по которой вы, по которым вы хотите семью. И, как правило, это желание получить определённую защищённость, как правило, это желание получить, получить вообще что-нибудь на самом деле. Что-то, в чём, вот, в той или иной степени вынуждается. Опять же, да? То есть, ну, как правило, всё-таки речь идёт больше про безопасность, про границы, ну и про ощущение, наверное, что, вот, кто-то вам принадлежит, что такая определённость появляется. Вот. Хотя это, на самом деле, это ложь, потому что семья не даёт определённости, вот, семья не может этого дать в принципе. Потому что, потому что семья это, по сути, просто такое вот образование, можно сказать, да, человеческое образование, вот. И всё. В общем-то. В общем-то. Дальше. Что касается красивых отношений, то здесь у нас имеет место быть романтизация, конечно же. То есть идеализация, идеализация, ну, вот, в некоторой степени, идеализация отношений, идеализация женщины, вот. И, соответственно, отказ принимать тех реальных женщин, которых есть, вот, завышенные требования к ним, к женщинам, вот, действительно завышенные требования. И, соответственно, и, соответственно, последующее, условно говоря, там, разочарование, вот. То есть, по сути, это вот такая ловучка, в которую вы себя загоняете сами, своими, своей идеализацией. Вот, ну, тем, что пытаетесь, с тем, что идеализируете женщин, вот, идеализируете отношения. А идеализируете, почему, совершенно понятно, да, потому что, ну, вам, вам что-то нужно, да, вы, вот, в чем-то наставитесь и, соответственно, соответственно, как здесь не идеализировать, да, то, если вот, ну, что-то нужно, то как-то не идеализировать, вот. Но это, к сожалению, это личная безответственность возникает, вот, потому как вместо того, чтобы, а-а-а, делать что-то для себя, да, вместо того, опять же, чтобы раскрывать себя и свои способности, вместо того, чтобы, а-а-а, культивировать любовь к себе, вы пытаетесь эту любовь получить через, а-а-а, других людей, через других, а-а, через женщин, в данном случае. Вот, ну, и, к сожалению, у нас, конечно, не получается, не получится, потому что, вверх мотивация, она делает вас неестественным, неестественным, а значит, не приспособленным для отношений. Я понимаю, это может прозвучать очень, очень-очень неприятно, вот, я боюсь сделать этот отсчет и прошу вас за это обращение, но, а-а, мне кажется, что лучше вам сказать так. Вот, ну, банальных вещей, а-а-а, вроде того, что у вас были проблемы в семье, я, наверное, говорить не буду. Вот, я, наверное, хотел бы сказать только то, что вам необходимо работать самооценкой, самооценкой с личными, личными границами, вот, а-а-а, со страхами, которые у вас есть. То есть я не буду говорить, какие-то страхи, и страхи чего, потому что это нужно разбирать, вот, а, помогать, помогать вам в том, чтобы, а-а-а, ну, помогать вам в определении страхов, я, наверное, все-таки не хочу, потому что мне не пойдет на пользу, а-а, вот. Ну, в этом направлении работа вам необходима, в этом направлении вам, прям, нужно-нужно действовать, в этом направлении, прям, вот, нужно-нужно работать. Тут вы говорите, что вам приходится много работать, а-а-а, но это жертвенная позиция, с одной стороны, и, к сожалению, э-м, избегание, ответственности, э-э, личных, за себя. То есть, по пути вы хотите, чтобы полюбили вас, вот, но не хотите ничего делать, чтобы полюбили себя, ну, чтобы полюбить себя. А откуда, по-вашему, возьмется та же вот любовь к вам, например, к вам, если у вас нет к себе любви? То есть, что должен, по-вашему мнению, увидеть в вас человек, чтобы вас любить? Ну, видеть нечего, он может видеть только вас, он может видеть только себя. Ну, человек себя и видит, в принципе, а вам это не нравится. Вот, потому что вы-то, понятное дело, вы ждете совсем другого, вам совсем другого хочется, а человек вам этого не дает. Вот он должен угадать, угадать он должен всем, чтобы дать вам то, что вы хотите. Но когда этого не происходит, вы называете это граблями, на которые вы снова и снова наступаете. Вот. Исходя из всего этого, я очень надеюсь, что вам стало понятно то, что вопрос денег, вот именно денег, вопрос денежный, как таковой, это следствие, а не причина. Потому что в отношениях. Здоровых это не проблема. И только есть при условии, если люди не ждут и не ищут баланса какого-то. Вот. Такая вот история. Вот. Так что, чтобы выстраивать бесконфликтные отношения, нужно самому стать бесконфликтным. А у вас внутренних конфликтов хватает, потому и отношения не получается выстроить без конфликта. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам, значит, это понравилось, вы можете, ну, если вам понравился ответ, да, все это вы можете обратиться со личной бесценой за психотерапией к любому из экспертов. Я надеюсь, что у вас ситуация разрешится. Всего вам самого доброго. Продолжение следует. Всего вам graphical. actionend. kim